В городской толковне оказалось вдруг два совершенно противоположных мнения и образовались вдруг две противоположные партии. Мужская и женская. Мужская партия самая бестолковая, обратила внимание на мертвые души. Женская занялась исключительно похищением губернаторской дочки. В этой партии, надо заметить, к чести дам, было несравненно более порядка и осмотрительности. Таково уж видно самоназначение их быть хорошими хозяйками и распорядительницами. Все у них скоро приняло самый определительный вид и облеклось в ясные и очевидные формы. Объяснилось, очистилось. Одним словом вышла оконченная картинка. Оказалось, что Чичиков давно был влюблен и видетьлись они в саду при лунном свете. Что губернатор давно бы отдал за него дочку, потому что Чичиков богат как жит, если бы причиной не была жена его, которую он бросил. Откуда они узнали, что Чичиков жена? Это никому не было видно. И что жена, которая страдает от безнадежной любви, написала его письмо губернатору. Самое трогательное. И что Чичиков, видя, что отец и мать никогда не согласялись, решился на похищение. В других домах рассказывалось это несколько иначе. Что у Чичикова нет вовсе никакой жены, но что он, как человек тонкий и действующий наверняка, предпринял с тем, чтобы получить руку дочери. Начал дело с матери и имел с нею сердечную тайную связь. И что потом сделал декларацию насчет руки дочери. Но мать, испугавшись, чтобы не свершилось преступление противной религии и, чувствуя в душе угрызяние совести, отказалась на отрез. И что вот потому Чичиков лишился на похищение. Ко всему этому присоединялись многие объяснения и поправки по мере того, как слухи проникали, наконец, в самые глубкие переулки. На Руси же общество Ниши очень любит поговорить о сплетнях, бывающих в обществах высших. И потому начали обо всем этом говорить в таких домишках, где даже в глаза не видывали и не знали Чичикова. Пришли прибавления, еще большие пояснения. Сюжет становился ежеминутно занимательнее, принимал с каждым днем более окончательные формы и, наконец, так, как есть, во всей своей окончательности доставлен был в собственные уши губернаторши. Губернаторша, как мать семейства, как первая в городе дама, наконец, как дама, не подозревавшая ничего подобного, была совершенно оскорблена подобными историями и пришла в негодование во всех отношениях справедливой. Бедная блондинка выдержала самый неприятный тет-а-тет, который только когда-либо случалось иметь шестнадцатилетней девушке. Полились целые потоки расспросов, допросов, выговоров, угроз, упреков, увещаний. Так что девушка бросилась в слезы и рыдала, и не могла понять ни одного слова. Швейцару дан был строжайший приказ не принимать никакое время и ни под каким видом Чичикова. Сделавши свое дело относительно губернаторши, дамы носили было на мужскую партию, пытаясь склонить их на свою сторону и утверждая, что мертвые души – выдумка и употреблена только для того, чтобы отвлечь всякое подозрение и успешно не произвести похищение. Многие даже из мужчин были совращены и пристали к их партии, несмотря на то, что подвергнулись сильным нареканиям от своих же товарищей, обругавших их бабами и юбками. Именами, как известно, очень обидными для мужского пола. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова